В истории с арестом Павла Дурова очень много глупостей и несуразицы какой-то на первый взгляд. Дело в том, что совершенно непонятно, на самом деле, в чем его обвиняют. И если почитать ту информацию, которую все абсолютно распространяют, как какие-то официальные данные, как данные суда, прокуратуры Франции, то непонятно, почему французская полиция не занялась поиском изобретателя колеса. Этот негодяй и подлец создал такое устройство, которое позволяло совершать огромное количество преступлений. И такое количество преступлений, которое никакому Павлу Дурову-то и не снилось. Поэтому сначала нужно найти этого негодяя, а потом уже заниматься более мелкими преступниками. Что же бросается в глаза сразу во всей этой ситуации, помимо того, что на первый взгляд она выглядит просто как бред? Это реакция. Реакция, естественно, закономерная. Российская пропаганда ищет любые способы для того, чтобы признаться в любви к человеку, который имеет факты преследования его и его бизнеса на территории России, который, собственно говоря, и покинул Россию, и избавился от всех активов в ней, именно связанных именно из-за политического преследования, которое было в отношении него. Но дело даже не в этом. Дело в том, что вот этот инстинкт не любить Запад, он гораздо ярче и мощнее, чем любой Павел Дуров. Если на одной чаше весов Павел Дуров, а на другой чаше весов западные партнеры, НАТО и Госдеп, то, естественно, Павел Дуров лучший союзник. И он получается такой союзник по неволе. Я думаю, на самом деле он не в восторге от этого союзничества. Но дело даже не в этом. Дело, конечно, в большой глупости, связанной именно с невежеством российских пропагандистов. Наиболее популярно это совет, кейс, новость, не знаю, как это назвать, удалить все из телеграммы. Это достаточно смешно любому человеку, который знаком вообще с любой информационной системой, с любой вообще клиент-серверной системой передачи информации. Потому что можно это удалить, и действительно вы никогда это не увидите, и никогда это не увидит тот человек, с которым вы переписывались. Ну, можно, кстати, и удалить так, чтобы вы этого никогда не видели, а ваш партнер прекрасно может все это сохранить, бэкапнуть и так далее. В любой вообще системе реализована та процедура, которая называется логическое удаление. Тут немножко такого айтишного ликбеза, совсем легкого, для того, чтобы просто понять, насколько смешны советы, например, Маргариты Симоньян удалить все, или какие-то инструкции силовикам все быстро удалить из телеграмма, и сжечь телефон, и больше никогда не подходить к портрету Павла Дурова. Итак, есть процедура удаления. И когда мы пытаемся что-то удалить из той системы, в которую мы ввели эту информацию, то мы считаем, что мы занимаемся физическим удалением. То есть умом мы понимаем как бы следующее, что вот мы захотели удалить это, и эта информация стерлась с носителя, и больше ее нет нигде. Но, к сожалению, информационные системы так не работают. Ну и вообще, в принципе, большинство клиент-серверных приложений так не работает. Пользователю в 99% случаев доступно логическое удаление. Что такое логическое удаление? Логическое удаление – это как бы скрытие этого файла. То есть он никуда не исчезает, он никуда не уничтожается, он просто перестает быть доступным человеку, который его ввел, и человеку, которому он отправил. Но исходно этот файл будет храниться на сервере в любом случае. Так и устроены сервера. Они не просто сохраняют всю эту информацию, они очень часто всю информацию на своих физических носителях дублируют. То есть существует такая вещь, которую лучше никогда не говорить Маргарите Симоньян – это рейт-массив. То есть иными словами, ваши попытки удалить что-либо из Телеграма удалят это от ваших глаз. Но у Телеграма эта информация останется в любом случае. Она не просто останется, она будет продублирована, аккуратно заархивирована, и ничего с этим не поделаешь. И физически для удаления с физического носителя вам необходим доступ к физическому носителю, то есть к тем ресурсам, которые есть у самой площадки Телеграм. Теперь, собственно говоря, можно оценить все наивности, которые допускают рядовые пользователи. Я просто часто с этим сталкивался, когда ты работаешь с пользователем, и он ввел какой-то файл по ошибке, удалил его, естественно, от себя, он его больше не видит. Но я как администратор вижу этот файл и спрашиваю его, зачем вы вводили этот файл. А он говорит, нет, я его не вводил, этого никогда не было. То есть он думает, что он его удалил физически. Но физическое удаление недоступно. И недоступно по многим причинам. Хотя бы по причине того, что пользователь, получающий доступ к какому-то физическому удаленному удалению, прошу прощения за тавтологию, может очень много чего там полноудалять лишнего. Не только как бы свои собственные файлы. В общем, это по всем абсолютно соображениям, начиная от безопасности и хранения данных, заканчивая как бы просто сохранностью самой той площадки, куда вы вводите эти файлы, оно вот так устроено. Поэтому то, что выложено в интернет, единожды никогда нельзя будет достать из этого интернета. Но это такой небольшой ликбез от того информационного мусора, который постоянно генерирует российская пропаганда в том числе. Теперь непосредственно к самому кейсу Дурова. Вокруг него уже развилась конспирологическая теория о том, что Дуров приехал из Азербайджана, значит он там встретился с Владимиром Путиным и передал ему те самые ключи от квартиры, где телеграмм лежит. Во-первых, это невозможно сделать просто с кондачка. То есть нет, не существует вообще никаких вот просто ключей. Точнее эти ключи существуют, но они существуют как исключительно такое умозрительное криптографическое понятие. То есть для того, чтобы это сделать, нужно какое-то серьезное сотрудничество с какими-то серьезными IT-службами. И может быть он дал какое-то принципиальное согласие, а может быть и не дал его. Но в любом случае это тоже не делается абсолютно моментально. Это я вам говорю как человек, который очень часто страдал просто от добровольной необходимости передать какой-либо большой массив информации. Плюс ко всему, при передаче этого большого массива информации в зашифрованном виде не хватает точно совершенно просто ключа. Нужно не просто ключ от той квартиры, где деньги лежат. Нужно еще знать, где квартира. И нужно еще знать, какой ключ к ней применить. Да в общем, шифрование, как и всякая наука, а криптография это естественно наука, вещь достаточно мудренная. И если Павел Валерьевич решил продать душу Владимиру Владимировичу, то, во-первых, совершенно непонятно, зачем он это решил сделать. А во-вторых, это, разумеется, не вопрос одной встречи. То есть это не то, что они встретились, и он ему передал какую-то там флешечку и так далее. Это не так просто делается, и скорее всего об этом достаточно быстро люди узнают. Ну, как, не люди, наверное, но в общем это будет известно. То есть просто так это невозможно сделать. Ну, как мне видится. Итак, то есть версия с тем, что Павел Дуров нас всех сдал, Владимиру Путину, и поэтому его арестовали. Она какая-то не очень логичная, и прежде всего в ней непонятен не только мотив, но и непонятно, зачем и как он это сделал. Какая же есть неконспирологическая версия? Дело в том, что площадка Телеграм, она что только в России является площадкой политической свободы. Дело в том, что с точки зрения там европейского общественного мнения, Телеграм это не очень популярная площадка, поскольку там не стоит задачи вести зашифрованную переписку. Почему не стоит такая задача? Потому что это свободное демократическое общество, и можно общаться как угодно, и нет никакого преимущества в этой самой анонимности переписки, которую дает Телеграм. Поэтому Телеграм в западных странах, как правило, используется как у нас вот Даркнет. У нас вот есть такая площадка, как Даркнет. Это площадка, через которую продают наркотики, оружие, педофильскую порнуху и любую другую противоправную информацию. И с помощью этой площадки нарушается закон. И действительно с Даркнетом борются, и борются с ним, как и со всем, с чем борются спецслужбы, просто способом внедрения внутрь, провокации, агентуры, вербовки и так далее. На Западе же как таковой устоявшейся структуры Даркнета, наверное, нет. Я просто не знаю, я-то наш в отечественной Даркнет не так часто лазил, а в западной так тем более. Но в любом случае для этого используется Телеграм. То есть те самые секретные зашифрованные чаты, которыми, кстати говоря, 90% пользователей Телеграма не пользуются. А есть даже такие IT-скептики, которые не верят в их полную защищенность. Но судя по тому, что происходит вокруг Телеграма, скорее всего, они действительно защищены. Хотя и на это что-то есть сомнения. То есть, попросту говоря, возвращаемся к пункту 1, где Павел Валерьевич уже продал свою душу кому-то. Но тем не менее, вот французские силовики решили, что бороться своими старыми стандартными спецслужбистскими методами путем провокации, недоиния агентуры и так далее, вербовки продавцов наркотиков, оружия, педофильской порнухи и всякой другой бяки, которая запрещена законом, что вот эти методы им надоели, что они просто устали. И нужно просто сцапать самого Павла Дурова, и вот он выдаст все. Но тут возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, мы возвращаемся к пункту 1. Это не так уж и просто сделать. Во-вторых, если он это сделает, то он, в общем, в конечном итоге ничего хорошего для дела борьбы с наркотиками и с оружием не сделает, потому что вообще продавцы наркотиков, они не глупые люди, как правило, хотя очень нехорошие. И они очень быстро найдут любую другую площадку. Это не проблема вообще площадки. Это проблема того, проблема, собственно, обмена информацией в интернете. То есть это гораздо более фундаментальная проблема. Просто Telegram известен более-менее всем, поэтому используют Telegram. Но использовать вообще алгоритмы шифрования в переписке, это не такая уж сложная задача. И сделать такое средство, которое позволяет использовать защищенные алгоритмы. Да и вообще говоря, с продажей наркотиков и оружия не борются айтишники. С этим борются обычные, профессиональные полицейские и спецслужбисты. Они могут в компьютерах разбираться, как свинья в апельсинах. Они не про это. Они как раз-таки про работу с преступниками. То есть бегать за бандитами, с пистолетом и любые другие героические действия. То есть агентурить их, то есть подкупать их, перекупать и так далее. Криминальная полиция, она вообще очень плохо в современной технологии может играть. Она все очень любит делать по старинке, потому что в принципе все силовики в любой точке мира устроены плюс-минус одинаково. Где-то они просто подотчетны обществу, а где-то они не подотчетны обществу. Ну в общем их функционал примерно одинаков. Вот стволы на стол, морды в пол. Вот как-то вот так они работают. Ну как мне видится. Хотя я никогда не сталкивался с криминальной полицией. То есть и эта версия тоже выглядит очень неубедительно. Как и первая. И получается, какая версия в итоге рабочая и логичная. Я не знаю. У меня нет ответа на сей счет. Но мне кажется, что в ближайшее время мы как-то должны это увидеть и как-то, наверное, должны сообщить. Потому что человек-то необычный. И этот вопрос-то принципиально. Это вопрос действительно свободы, обмена информацией в интернете. Но важно держать в голове, что телеграмм это площадка политическая и площадка общественная и социально значимое пространство только в России. За пределами России люди вообще не сидят в телеграмме, потому что им это не нужно. Они читают традиционные новостные СМИ. Где они читают? На сайтах. Вообще газеты люди читают. Телевизор смотрят. Потому что на телевизоре есть не только одна точка зрения, а есть разные точки зрения в зависимости от канала. Ну и так далее. То есть в этом смысле западный мир гораздо более консервативен в системе обмена информацией. Точно так же, как он живет в мире достаточно консервативного, кто-то скажет, отставого финтеха, точно так же он и обменивается информацией. В любом вообще телеграм-канале, вот если вы сталкиваетесь с каким-то миллионным телеграм-каналом, то огромный шанс, что он связан как-то или с Россией, или с Украиной, или с Казахстаном, или вот с какими-то такими постсоветскими странами. Или он находится в каком-то русскоязычном комьюнити. Если он большой или популярный, но никак не связан с Россией, то, скорее всего, это могут быть какие-то маргинальные политические структуры, которые очень даже есть на Западе. Ну, или те самые продавцы наркоты. То есть, вот как-то вот так получается. Поэтому не стоит, как мне кажется, верить всяким глупостям, не стоит мерить весь мир по себе, потому что это новость взрывная только для американских правых консерваторов, которые любят телеграм, бастион. Вот есть, пожалуйста, бастион. Это такой видеохостинг для маргинальной части политической аудитории, где они выкладывают свои видео. Вот. И, собственно, по этому поводу даже не будут, переживать продавцы наркотиков, потому что они всегда найдут этот способ. Да, я должен сказать это для Ютуба, что наркотики это плохо, не употребляйте их, они вас убьют. И вообще соблюдайте закон. И, как сказал Павел Дуров, зачем сидеть в тюрьме? Это бессмысленная трата времени. Вот я пожелаю, чтобы был пролит свет на всю эту достаточно странную историю с французской полицией, потому что пока что, на первый взгляд, это выглядит как какое-то басманное правосудие. То есть, Цап Царапыч, Александр Бастрыкин, Бортников и прочие Золотовы могут прийти в французскую полицию и сказать, пацаны, я в этом шарю. Сейчас я вам объясню, как человеку ласта крутить. Я надеюсь, что это все-таки не оно. Это самое главное. Если это какие-то абсолютно мелочные поводы и в реальности его в ближайшее время отпустят, то возникнет еще одна конспирология, в которую я тоже не рекомендую верить. Эта конспирология связана с тем, что, ну, понятно, бедняга не родился быть мучеником за веру. Он быстро отдал все ключи, где телеграмм лежит, и все сдал с потрохами. Нет, скорее всего, так тоже не будет. Ну, или если так будет, то мы как-то каким-то образом, с помощью какого-то слива, который вполне себе происходит по совершенно традиционным каналам, об этом узнаем. Поэтому давайте не верить в глупости, давайте посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Всем пока.